Новые исследования показали, что человеческий мозг намного более эмоционально реагирует на плохие действия, совершенные другими людьми. Поэтому нам проще обвинять, нежели произносить комплименты. Оказывается, чтобы похвалить человека, нам нужно задействовать ту зону мозга, которая отвечает за аналитическое мышление. А вот для оскорблений и осуждений достаточно чистых эмоций и спонтанных чувств. Да. Вот во всем виноват мозг. Очень плохо. А вы говорите, во всем виноват эгоизм. А мозг – это всего лишь машинка, которая что она делает-то? Ничего она не производит. Но в итоге, когда мы считываем информацию, то мы видим, что говорить что-то положительное о другом – это тяжелее, чем говорить отрицательное. Отрицательное – это чисто эмоции. А эмоции – это наш эгоизм в прямом виде. Так что нам его использовать не стоит никакой энергии. А сделать какие-то выводы положительные о другом – это очень большая внутренняя работа. И, конечно, человек к этому не предрасположен. То есть все эти безумные войны, которые сейчас существуют, совершенно необъяснимые – это вот это вот столкновение эмоций этих, да? То есть это вообще… Конечно. Разве это здравый смысл? А надо, как вы говорите, надо сесть, да? Подняться над эмоциями, да? Да, над эмоциями. И тут же вы говорите, что это невозможно. Невозможно. Вот это меня поражает. А как ты можешь подняться над ними, если эмоции – это все мы. Без эмоций мы не люди. Мы – компьютеры. А так мы действовать не можем. То есть человечество будет сталкиваться все время в этих войнах? Пока не изменит свои эмоции. Пока не изменит эгоизм. Не исправит его. Так что впереди период исправления эгоизма. Он очень непростой, но он светлый, хороший. И тут раскрывается каббала, как методика исправления эгоизма. То есть все, к чему нужно прийти – это вот к осознанию вот этого зла эгоизма. Да. И все. Все. А что еще надо? Кроме этого никакого зла в мире больше нет. И все устроится хорошо.